С признаками кишечного отравления в больницах Хасавюрта госпитализировано 86 человек, из которых 72 ребенка. Состояние пострадавших оценивают как отравление легкой степени, сообщает Министерство здравоохранения Дагестана. В связи с этим в Махачкале под руководством председателя правительства республики Артема Сдунова прошло экстренное заседание. Причины отравления пока неизвестны. Расследованием этого инцидента занимаются специалисты Роспотребнадзора. В городе организован подвоз воды. Населению всей республики настоятельно рекомендуется пить только кипяченую воду. В Хасавюрт направляются молодые медики и волонтеры для работы с населением. Водопроводная сеть города пройдет дополнительную чистку. Это событие происходит уже не один день. И оно нарастающим итогом идет как минимум с начала марта. Дети до года. Но это опасность и угроза для жизни. В чем дело? Что у нас происходит? Но мы же с вами вместе собирались и говорили о том, что если анализ невозможно провести в районной поликлинике или больнице, его надо направлять сюда, где новейшее оборудование. С полной ответственностью. При этом и ответственность на самом деле перекладывается сюда. Понимаете? Вот вам классический случай. Это что происходит? Скрывают информацию, не направляют анализы. Как только направляют, все раскрывается. Никакой случайности, никакого форс-мажора. Здесь просто кто-то не выполняет свои обязанности. Разберитесь и прорисуйте картину, при которой бы не допустила бы такой ситуации. Сегодня же в Хасавюрте состоялось выездное заседание оперативного штаба под руководством первого вице-премьера Анатолия Карибова. В ее работе приняли участие члены правительства и руководители профильных ведомств. Собравшиеся обсудили комплекс первоочередных мер для нормализации ситуации со вспышкой инфекции.